Пятница, утро на территории завода. Сегодня все спокойно. Телекамера не смущает сотрудников. Люди предельно вежливо отвечают на вопросы журналистов и якобы совсем не понимают, о чем идет речь. Все у нас хорошо на заводе? Комментарии будут другие люди давать. Накануне здесь было оживление. В телеграм-канале появилось видео. Силовики вскрывают сейф, там деньги и документы. Причина появления спецслужб на территории завода – уголовное дело. По данным следствия, на предприятии незаконно следили за сотрудниками и гостями пиловарни. После личной коммерческой информации попадала в пользование определенного круга лиц. По версии следствия, на одном из предприятий города Оренбурга негласно с помощью скрытного монтажа специальных технических устройств осуществлялся сбор информации, которая носит и представляет собой коммерческую, а также личную тайну. Возбуждено уголовное дело по факту оборудования специальных технических средств. Предназначенных для негласного получения информации. Возможно, эти данные использовались для привлечения новых адептов секты. По одной из версий, работникам завода проповедовали санитологическое учение. Приглашались коучи, проводились тренинги. Сами сотрудники завода комментировать происходящее отказываются. Все комментарии будут позже. Сейчас никаких комментариев нет. Никакие тренинги не проводятся. Деятельность санитологических центров на территории России, как и в ряде других стран, запрещена. Главная претензия к этому учению – оно воздействует на психику человека, ломает его волю. После кошельки доверчивых людей становится легкой добычей для организаторов. Санитологи пытаются привлечь новых последователей, предлагая прийти на бесплатную экскурсию или пройти безобидный тест. Затем следуют семинары, обучения, психологические беседы, где клиенты зливают душу. Как правило, такие встречи записываются на диктофон, а собранные компроматы используют для удержания человека. Долгое время в России последователи учения пытались признать санитологию религиозным течением. На деле же это коммерческая организация. Самый громкий процесс в нашей стране проходил в 2016-м. Тогда Верховный суд России признал законным решением Мосгорсуда. Санитологические центры в столице, а также в Санкт-Петербурге, закрыты. Сейчас сотрудники управления ФСБ по Оренбургской области совместно со Следственным комитетом устанавливают всех лиц, причастных к делу. Наталья Мороз, Ольга Энгельс, Новости дня.